От Матфея Святое Благовествование Вопросы, связанные с пониманием Священного Писания Нового Завета, в частности, в Евангелии от Матфея, в пятой главе, в Нагорной проповеди, озадачивают слова Спасителя «А я говорю вам, не противься злому». Как понимать эти слова? О каком зле говорит Спаситель, которому противиться не должно? Прежде указывает Господь на слова Ветхого Завета, сказано древними око за око и зуб за зуб. Некоторые, ссылаясь на эти ветхозаветные определения, называют Ветхий Завет не Божьим откровением, а порождением злого духа, утверждающего мстительность. Если кто зол к тебе, то ответь ему злобой, быть может, большей. Если кто причинит тебе, какую утрату земную, причини ему такую же, не меньше. Но Иоанн Златоуст, разъясняя эти слова Священного Писания, указывает, что вовсе не заповедь ненависти, а заповедь любви, только еще предварительную, слышим мы в этих ветхозаветных определениях. Око за око призывает не мстить ближнему, но беречь ближнего. И око его, и зуб его, так, как это было бы око или зуб твой собственный. И, имея о себе самом попечение, должен переключать это чувство на ближнего своего и о нем иметь попечение. Так что, прежде всего, эта заповедь уравнивает твои собственные резоны и интересы, твои собственные удовольствия и потребности с теми же потребностями ближнего своего. Эта заповедь учит смотреть на другого, как на себя, возлюбить ближнего, как самого себя, а не наполняться мстительностью при всякой их неисправности. Эта заповедь, однако, еще не имея в себе совершенной силы к исправлению в связи с отсутствием того образа, который совершенно исполнил ее, заповедь о любви, который исполнился только в лице Господа Иисуса Христа, нуждалась в исполнении, нуждалась в совершенных определениях, которые Господь Иисус Христос, сам являющийся, воплотившийся любовью и в своей жизни явил и утверждает своими определениями. Так вот, требуя от нас уже не просто сочувствие к ближнему, такого, какое питает человек самому себе, но требует и жертвенной любви к нему, готовой принести самого себя в жертву ради ближнего. Потому и его слово о несопротивлении злу требует от человека, видя ближнего в беде, в пленении каким бы то ни было злым духом, гнева ли, блуда, жадности, не воспламеняться подобным, не воздавать гневом тому, кто болен грехом, ибо как не тягостно для нас бывает действие зла через другого человека, но по определению того же Иоанна Златоуста, это для нас тоже, что отхаркивание в нашу сторону страждущего разлитием желчи в собственном чреве. Эта ядовитая желчь терзает его собственные внутренности. Если нечто из этого будет изрыгнуто на нас, очевидно, не приносит нам приятности, но не столько должно порождать в нас мстительность, сколько сохранять нас в особом сострадании к этому страждущему этими злыми терзаниями внутри самого себя, лишившего душу свою мира с Богом, мира с ближними, мира внутри самого себя. Это вовсе не толстовство и не пацифизм. В этих словах не содержится учение о том, что не нужно воинство, не нужно сопротивление воинствующим против нашего Отечества или против наших близких беззаконников. Эта заповедь утверждает нас в любви ко всякому ближнему, который, будучи поврежден злом, губит этим злом прежде всего самого себя. Он надлежит не забывать видеть в нем образ и подобие Божие, видеть страждущий член свой, ибо мы все родственники по человеческой природе. И таким образом, имея мягкое сердце, любящее в отношении ближнего своего, мы будем и подлинными, и боголюбцами. Субтитры создавал DimaTorzok